всем доброго времени суток уважаемые и сегодня в гостях я у димы ну и как все сразу же поняли дима это по сути дела мой авторитетный эксперт по лодкам и всегда когда вы наблюдаете видео связанная скажем так свода моторной хотя сказать сегодня мы практически накануне нового года и всех мы с димой от всей души поздравляем с новым годом до всех любителей пвх лодок в общем то все вода моторной техники с наступающим новым годом пусть на же год будет 7 трофеев а сегодня речь пойдет об лодочке аляска борт от компании сибривер закончился сезон отходил я на ней сезон и не только я и друг дима я тоже на нем не приходилось кататься с ней рыбачить все сегодня я буду петь и и дифирамбы мне лодка понравилась вот а я тогда постараюсь диме возразить надо же хотя это в мед хотя бы чуть пару капель бюкта там добавить все-таки и постараюсь я это диме напомнить как мы с ним вдвоем чуть детей сиротами не оставили да нет дима не забыла я сразу же уже помню но что-то так она промелькнул очень божоночек в доме не остались да где-то мы под залом зима чуть не залезли конечно ну это совсем будет история чуть чуть попозже давайте мы начнем про то о чем мы хотели говорить так видите я сразу же в лодочку положил фурнитура которая снизу а это вот насос с насосом какой нюанс есть и плюсы и минусы плюс как вы увидите нету от нее шланга до шланг оказался у нас многофункциональный конъектица то есть подходит другим насосом например от гольстрима например от сузумара тоже известна такая фирма с зумар очень качественные лодки правда у них нет с ндн дл у них есть зато но высокого давления у меня был такой сузумар с дном высокого давления это это действительно другая история вот от этого мы перекрутили перекрутили это шланчик от этого насоса и теперь он у нас либо на сузумаровском либо на бельстримовском насосе служит ну вот сам данный насос когда мы столкнулись подкачки баллонов он нам ничем уважаемые не помог и причина даже не в качестве насоса до причина в том что скорее всего пружина которая в нем она просто расслабла видите он сам-то посиди еле-еле поднимается когда начинаешь накачивать то сам вот этот пимпон конъект который соединяется он как бы чтобы накачать он придавливает клапан до чтобы легче качалась и пока этот насос ослаблен на этой просевший пружиной подниматься воздухом больше выходит чем накачивается вот но это один из недостатков возгласы в том что его есть насосы брал ну да берегу до насосом браво ты накачал да есть насосы но с собой ты на рыбалку как правило взял спиннинг снасти коробочку в лодку что в лодку ложишь ножной механическо механический возишь как аварийная механика аварийный как механический насос должен служить а я вот кстати дима знает он подтвердит а я еще как любитель по старости еще даже механическими даже накачать дима знает что я как бы любитель нужными насосами да ну вот видите ремкомплекты один комплект у меня остался от гольстрима гольстрим будет продан но и в этом сезоне и я полностью перешел на эту лодочку аляска вот вот почему лежат ремкомплекты да потому что не довелось эту лодочку все-таки колоть то есть условия эксплуатации были жесткие я ее нисколько не жалел налетели на камни я покажу где мы прокололи и да давай давай вот прокольчик вот видим что эти три баллона они достаточно сильно бронированы вот такая мощная видите да толсты на они знают миллиметра полтора железнобетона может быть два даже может больше специальная не замерял никакими линейными или линейно-угловыми приборами которые были поверены эталоном первого класса диму на да да вот такая латочка видите она четко встала дальше видно что тут все дралась и она вообще вот намертво встала да это на камень мы заскочили просто-напросто видно что вот эти все защиты такие работают они работают они пошарпаны вот до самого этого даже здесь и видно что на конце висит на трансе моторы сюда ведь видно что все шарпа на видно что от камней вот это вот нижняя часть тоннельная да как бы как я не знаю как ее правильно грамотно назвать да как бы видно что тут даже все от начала крошится но тем не менее все работает меня кстати ним совсем недавно спрашивал человек говорит как это лодка горит как она там типа не бронированные баллон игры да типа вдруг вы там налетите я ему я ему объясняю что вот эта лодка держит точно так же как и все остальные не больше не меньше грозит и уже конкретно налетишь игру тебе игры брони поможет вместе с броню про хреначил но компания сибривера сегодня по моему оказывают услугу по бронированию по моему и сам да 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 все все фирмы по моему чеку может утяжелить ее основное предназначение это скажем работа под маломощными какими-то водометами вот как у нас звука двадцатая либо какие-то есть тахацу 18 на водометы сейчас водометы очень модная кстати сейчас пошла темно тахацу 18 еще на китайских водометах эти улики которые по 50 тысяч всего стоят китайские да я вот именно бронирование сам лично не вижу смысла вот она вот да так на лицо вы откатались на ней сезон вот единственное место где мы проткнули это вот баллон началь и самое что интересно вместе с броней где-то камень и остров от этого никто не до от этого просто говорю что если налетишь где-то по-взрослому тут никакая броня конечно все равно она идет где-то вот по моему судить ну по петуху по брызгам она где-то идет на пятки мне кажется вот все таки она больше на этих баллонах идет но вот этими чуть придавлю вот это у нее часть она практически вся поднята да да она поднята и вот он идет это вот так вот и вот эти баллоны в принципе их видно они не пошарпанная ничего выскакиваешь на камни и где-то на перекаты на медике да она на этих на на нижних на бронированных потому что день дима если даже вспомнить нашу крайнюю рыбалку дима скажет что у меня была мулька такая со всего разгона вылетать полностью на берег то есть вот дима видео это как мы вживую с ним вдвоем разгонялись сколько есть моторы лишь вытаскивать лень же вытаскивать да тут наверное мысль другая да дело не вытаскивать а дело в том что все-таки речка у нас ну и используем это и на речках с быстрым течением и надо заскочить ее подальше ну да чтобы пошли подальше чтобы по для комфорта бачишь да на кассе а лодки нету надо дать ему от этого вам как бы сказать я честно сказать не жалел с полного разгона залетал и мы видим что вся нагрузка ложилась вот на эти три нижних баллона да скажем так как их правильно назвать келевых наверное или как боюсь ошибиться до ридан и ридан и кстати меня за этот ридан видео кстати самое что прикольно удивительно я когда приехал сам запада родом там у нас глиссирование а здесь кого не спрашивал с кем я общался на ридан все на ридан какой ридан глиссер же я не знаю здесь просто вот у местных почему-то принято ридан знаю почему слово ридан это вроде как местный ну давай дима пускай чего тут в принципе мы все это показали лодка использовалась жестко не жалилась хотя на самом деле видео про нее у меня в этом году мало но дима соврать не даст рыбалок было на нее много на самом деле до закрывали с димой вместе крайнюю решающую рыбалку на этой лодке и рыбалок было много но и так если разобраться у меня видео и по рыбалкам да тоже нет я просто много рыбалок ничего не снимал крайнюю рыбалку вообще ничего не снимал пред крайнюю и вообще пусть я в этом году вообще просто мало снимал рыбалки грубо говоря ну эксплуатировать давай рассказывать если изображать в ней вот так приходится поджимать вот так вот на баллон вот вот так вот так держишься и вот сюда вот вот так вот ну да ты на расскажу когда ты один на ней ходил рыбалка да да и даже твоем ты вот здесь сидишь а вот тебе вот ну второе это где-то на эту сторону да да садится ну вот ребро нога мешает болит и вот это тоже не выйдем и все равно она в перемычку упирается понятно что перемычка нужна на жесткая для жесткости перемычка это нужно примерно посадку у нее такая вот нога болит и здесь тоже вот ногу в этом месте я сколько ходил на нее вот в этом месте ножку тоже как бы ребром дает я не знаю изменить это положение но тоже сильно не спасет но мне кажется высоту бы самой лавочки бы изменить ему про это уже говорили да повыше а как ее поднять но ниже не отпустишь то ли диаметр баллонов увеличить то ли что not беда с комфортностью сидения дак то есть как бы сказать ну скажем так в этой лодке это проблема и все много вообще нога имеет я ногу откидываю там уже мурашки потом кровоток пошел то есть действительно проблема как бы человека который управляет понятно что который сидит здесь он может ноги так и так протянуть ему проблем нет он не управляет да может лишь да у пассажира как бы вообще никаких проблем нету а вот для человека который управляем видим что лодочка длина все-таки в длине 460 кстати я сейчас видел все бривера уже 510 да мы смотрели как раз заглядывали вот есть посмотрели что появились у них уже по длине лодочки кстати мы про это тоже говорили что желательно по длине твоем в принципе и комфортно вот в плане однодневной какой-то рыбалки где-то вы вывезли поставили табор до лагеря где-то и откуда-то мы от лагеря катаемся то есть размещается спиннинги достаточно удобно какие-то вещи ящики рыболовные я допустим нахожусь вот здесь мы ставим за вторую лавочку вот моя рабочая зона для спиннинга второй человек ну рулевой соответственно на рубили ему в принципе тоже здесь удобно вот лодка однодневная но вывести она может многое да мы выходили с табора район и вот так вот вещей мы нагружали полную я вот как сейчас помню я сидел здесь я сидел здесь человек у нас тоже такой немаленький немаленький на немаленький килограмм под 100 в общем мы троем под сотку и вещей мы нагружали килограмм на 100 плюс мотор мы подсчитывали у нас примерно получилось 500 килограмм да и самое что интересно мы уходили это на двадцатке на четырехтактный еще и под водометом у меня раньше это была проблема здесь проблем нет единственная проблема это только это сидишь на вещах ну как бы хрен с ним разлегся это знаешь я скажу пассажиру блин сидеть на вещах тоже блин не лежит отдыхать они не в лоб а вот сидеть на моторе когда переход там несколько часов как бы да тяжело и вот именно сидушка вот и мы про чего-то говорим с димой потому что это действительно самый основной минус который мы видим в этой лодке вот дима на ней завершал сезон он рыбачил на ней сам без него без меня потому что я там заболел был такой момент этом приболел да один на ней катался абсолютно рыбачил все нормально вот теперь еще один нюанс от всех водометах дима вот расскажи как он как она управляется под водометом едет она просто песня едет она конечно хорошо протоки разбои где-то ты выходишь основного русла надо перейти то в другую потому что впереди все там непроходный залом надо уйти резко 90 градусов допустим у разбой на на горных речках народ то ездит знает разбой вот эти протоки все поваленные деревья расчески резко 90 голоса в поворот уходишь и вот так вот там раз 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 мимо повальных деревьев проскакивая на улице не знаю как honda honda как honda на трассе группе рубили в румпель суда она сюда поехал рубель суда поехал то есть я вот уже это отметил на рулите такое ощущение как будто как под винтом да 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 как как по рельсам идет у всех вот этих вот лодок с надуманным высокого давления там у них это проблема грубо говоря управление под водометом потому что когда ты русская но до плоско дно труд повернул тяще по инерции метра 35 а то еще и 10 боком вот так несет 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 и только потом ты уходишь в поворот здесь прям четкое маневрирование между заломов прямо аж до такой точности я бы сказал как я бы сказал дима как рабочий эталон рука радость это очень хорошо едет да я катался один прям ну одному меня тоже понравилось потому что она легкая где-то подъехал выскочил вытащил ее побегал порыбачил где-то на ней сплавом там не глуша мотор стоишь стоится нормально там работаешь туда-сюда залево успевай только подруливай потому что все таки течение оказалось практика что история в ней можно кидать на городе стоит но она на воде стоит нормально и там как похоже да на каяк из каяков как с каяками имею дело и знаю что такое что змеи 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 охота змеи рыбалка на змеи голову аналас проходит себя на каяках я пол-лета провожу болотах и встать на каякин тоже примерно узкий проблема здесь нормально я вот и думаю что надо ее тоже испробовать на болото ну что одним словом сказать дима скажи вот общее впечатление про лодочку если не затруднит не лодка очень понравилось много впечатлений от нее во первых как она у меня было был головняк с выбором лодки флагман который у тебя да я почему взял мотор да у меня судзука 20 было 4 так на водомете слабенькая не все везет там была лодка гольстрим такая а был флагман флагман игла глоба 20 я попробовал сначала как она идет под водометом под этим мне не понравилось вроде казалось но ждал вернее больше до получилось что она идет примерно так же как и гольстрим 380 даже уступает гильстриму хотя без ты намного шире да и ну получается что видит она одинаково с гастримом а комфортно в ней в принципе минимум да я решил переиграть я это дело у меня продал флагмана купил гольстрим попробовал лайн лайт у тебя был до мастера лайк лайк бронировал 900 ввх плотностью 900 у мастера по моему 1000 там разница да 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 ну что он это кстати неплохо разница в 10 килограмм шел неплохо но я все вещи всегда болела голова как бы не взять лишнего я все что свое возил взвешивал вот 2 300 весит его зрители смотрите уникальный случай и жизни когда приходится работать со слабыми моторами на комплектах эгоист мне вот все это думалось как бы не взять с собой лишнего потому что нам хочется ехать он среднем она бежит где-то по по течению речки 20 23 километра 23 25 20 ну вот так вот когда ты идешь вдвоем немножко в необходимый груз вот хочется прилететь и поэтому приходилось вот я все взвешиваю там все мне все что я с тобой возил необходимое там этого вот видите у диму пускар нормальные все в угу есть рачечки специальные все я взлетел на кивите если гитара чтоб не скучно было вот гирлянда о нормальный воблер надо у димы отжать это святое дело у друга воблера отжать перед новым годом вот я все взвешивал то с этой лодкой это надпись отпадает сколько-то на нее нагрузится ну поедем ну кстати вот кстати я заметил еще один нюанс если взять именно расценивать эту лодку как скоростную нифига вы ребятушки не угадали скорости она реально мод зимы убедились не дает идет она по скорости примерно как все да так же как и гольфстрим но когда начинается вопрос другой а то есть на одну лошадиную силу скажем так груз до килограммы до подъем груза на одну лошадиную силу то здесь то это лодка чемпион конечно да я круто нагрузить и на гольфстриме ты так уже не пойдешь да не то что на гольфстриме я скажу больше дима я пока на сегодняшний день на нашем рынке да на российском грубо говоря да и вообще на мировом я круче лодки не видел которая берет самая высокая кпд скажем так то есть максимальный как бы сказать грустно лошадиную силу я изучал рынок коляска боты кого-то но кого сатур кабот сатурма не видишь у них дно проигрывает единственный минус по размерам они у них есть там такая лодка бомба по моему 470 на 47 длиной по ширине она по-моему такая же но я тебе скажу как будто они как бы это дим у них ценник подороже 80 да вот кстати еще нюансик почему я вылежу ремкомплекта один ремкомплект от гольфстрима другой родной вот он показывал 10 в ремкомплекте что мне понравилось да по факту да то что у них есть прямо вот эти вот из пвх ладки они есть обыкновенная да именно как параллелепипед и в то же время они есть скажем так круглые вот как вы видели ладку я просто не парить мы с андрюхой с брателло и в тайге просто достали круглую ладку чпокнули ее и просто не запаривались по вырезанок пожалуйста красная пожалуйста черная на любой вкус и светки латочка да как бы всю продумано от самомекой до самой большой как бы сказать книжку николая носова как они клеили и так ну что еще хочу добавить внешний вид лодочки видно уважаемые как она отходила сезон лодку после в гриву не жалели рыбачили выйдите как она даже толком не мы то мы ее с димой не мыли в ноябре свернули на улице вот она и да в ноябре его как свернули на травке единственно что трава валяется можно на траве сворачивали и все больше мы с ней ничего не делали до проблем не пошла мне почему нету да были нюансы клапана спускали но спускали именно не сами вот эти вот элементы до которая а их нужно было просто подкрутить причем то есть нужно было просто вставить ключ вот эти отрезки и просто их протянуть потому что не спускали в этих местах а вот не самый эластичный огни фига думал в рожу элемент помнишь мы с тобой протягивали до были моменты что клапана травили а так пошла по всему остальному вообще никаких нареканий у нас нету лодка отработала хвост и в гриву то есть вот сидит скажем так человек рулит а началось с того что мы димой пристали к берегу коса была терочная мы думали а вдруг тут кита а если кита а значит терка а если терка значит ли ноги с хариусом уж грамотные ребята сейчас мы тут помутим и будет много будет рыбы а так как это терка все прекрасно знают что камешки небольшие еще с песочком и такое мелковатое все мы встали и у меня первый раз в жизни я дима не знает видео такого нет случая когда вот этот механизм забил этими камнями мотор мелкий вот это рулил почему-то вот мелко мелко улитка она сильнее зайдет камни мелкие да и самое что интересно засосала не винтейка вот этот сам механизм этот башмак который переключает скорость вперед назад закрывает это сопло набились маленькие камни на этой терке и заклинило механизм и мы с берега отталкиваемся и нас с таким течением несет прямо в залом блин я ручку тык тык скорость не включается сижу здесь понимаю что скоро время точки невозврата пройдет как у нас в авиации нас называется игру димон все а дима вейдерсы будет уже в эдерсах в эдерсах мало кто из-под залома выплывает статистика такая показывает агрю димон говорю все говорю мотор не работает грудовой на весла давай грипп стигру помогая у дима вот здесь вот сидушка дима разворачиваться не начинается картина короче ход давай мах мах упирается мне в живот начинаем на диму весла упираются диме в живот по одному веслу да и не просто по одному чего так вот наклонялись а вот так вот в диагональ да вот так как в диагональ наклонялись и по одному веслу мы из-под этого даже мы сюда залома не долетели еле-еле каким-то кустам дима схватился за кусты выскочил в эдерсах уже по самую грудь еле-еле вот так как мы отошли вот вы а вот уважаемые скажу как уключены неправильно и расположены сыграли с нами вот такую невеселую шутку могла бы шутка стать роковой да кстати вот был бы 6 мы бы из этой ситуации вообще бы вышли было она узкая да она бы держалась бы по струе легко ты можешь отсюда толкнуться до отсюда толкнуться ну никак от широкой лоски тоже нельзя надо тебе потому что туда надо перебежать сюда на перебежать наше видео с димой подходит к концу надо наверное как-то закруглиться подытожить и уйти на перерыв на небольшой предновогодний до предновогодний перерыв что могу сказать за эту сумму за которую продается эта лодка для любителей скажем так специального назначения до для определенных рек как бы стать я скажу продукт очень достойный очень приятно что он российский да да и за очень доступную цену потому что сейчас смотришь ценник который вот на сегодняшний день накатывает он уходит как вспоминается песни шнурова ленинград ты просто космос даст ты просто космос я бы наверно на ту пору когда я покупал флагман и когда у меня все такие вот были мысли лодки когда у меня первый был флагман игла 420 вот вместо нее бы тогда был флагман а я до сих пор на не катался я что-то перебрал 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 кучу лодок и перешел на жесткий корпус наверное бы я все-таки тогда остался в на этой лодке было и мне есть чем сравнить почему у меня была судзука 30 дт-30 который двухтактный мотор с водометной насадкой и мы рыбачили вместе с сашей саша катался на своем гайфстриме с 20 судзукой его у него бак 25 литров меня это за и мне дело это просто два бака я заливаю и он он три дня на своем баке катается мне хватало его туда-обратно подняться один раз на 1 до туда обратно ну туда поднялся километров на 40 там спустился вот так вот день откатался от рыбачился у меня бака нету а мне три дня на одну баку а он рыбачит спокойно счастливый катается катается один там двоем они там с андрюхой могут рыбачить люди поэтому да можно взять салара там 420 взять можно ямаху 30 40 40 наверное все таки популярна до мотора у нас водометом да 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 сорок это вес вес собираешься ты один на рыбалку без везде мы даже не мотором без бензина которого нужно вести звонок мы едем на рыбалку дело собирать ребята там дома сидят дима собирается на рыбалку мотор загрузил машину спина лодку там гальстрим у меня был мастер 430 80 килограмм спина болит потом да это это то все легкая да кстати где самое что интересно водочка легкая все это загружается толщина пвх по моему 1000 достаточно себе вполне хватает такая речка бикин бикин да конечно заваленная да пройму залом и залом и залом и есть пропилы а пропиливаются удыгейцы которые живут на на этом на этой реке на бикини там этих поселках соболины и синевый они до на своих батах ходят аббат это что такое это узкая лодка она она по ширине ну наверно такая же где-то сантиметр 60 внутри она из доски сделано из доски сделано там буквально ну она вот вот наверно вот по вот эти вот файл борта лодка и все их не заломы они пропилены под их не лодки да под их не лодки чтобы только проходят их не лодки пошли дни большой лодки которая там шириной метр тоже будет пройти проблемно в этом тоже плюс огромный огромный плюс в любом случае что уважаемые мы можем сказать лодка действительно классно тем более за сегодняшние деньги отходила год проблем никаких не видим единственный вот действительно минус мы про это говорили с самого начала это конечно вот неудобно сидеть это уключены были расположены и ну кстати недавно с кем-то я разговаривал кто-то говорит уже покупал эти лодки игры ту включены уже переделанные и ручки горит уключены и ручки горит уже горит передела когда висит мотор это взять взять невозможно да 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 есть такое дело ну конечно мне хотелось бы сказать огромное спасибо компании сибривер за то что они все-таки для простого народа по такой цене смогли сделать действительно народные лодки именно народные лодки для скажем так для если взяток от урала то дальнего востока потому что начиная от урала до дальнего востока присущи реки с такими характеристиками где должны применяться эти эти лодки и все-таки не надо забывать что в сибири на дальнем востоке тоже живут люди об которых тоже нужно думать до свидания уважаемые все кому понравилось подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч